здравствуйте большинство растений которые мы выращиваем на наших участках а сегодня я говорю о декоративных растениях любят нейтральные почвы а в свою очередь почвы у нас средних полосе имеют повышенную кислотность садовый декор для загородных участков на hitsad.ru с одной стороны почву закисляем мы сами внося туда органические удобрения и минеральные удобрения они имеют кислую реакцию с другой стороны все травы листовой опад хвойный опад то есть вся органика которая попадает в почву разлагаясь ее также закисляет раскислить раз и навсегда почву не получится потому что почва будет всегда стремиться к восстановлению своего естественного ph и до такой почве вырастить не всегда удается растение которое требуется нейтральной почвы красивыми но можно облегчить себе жизнь и посадить растение которым нужна кислая почва и не мучиться не с раскислением и иметь при этом цветущий сад что это за растение бадан это вечно зеленый кустарник с толстыми систыми листьями он даже и не кустарник он травянистый кустарник это растение декоративно в любое время года ну конечно кроме зимы зимой он уходит под снег зеленым а весной как только сойдет снег пригреет солнце и он уже оживает листья у него сначала прижатые потом поднимаются и в конце весны бадан красивый цветет яркими розовыми цветами прекрасное растение для кислых почв это вереск вереск растет только в кислой почве вереск это кустарник кустарник также вечно зеленый это многолетние растения которые к тому же и цветет белыми розовыми сиреневыми цветками еще одно прекрасное растение для кислых почв это гортензии мало того гортензии в нейтральной почве мучаются не растут и болеют и поэтому если почва недостаточно кислая то ее нужно закислять из почвы покровных растений для кислых почв подойдет живучка ползучая это многолетнее растение хорошая альтернатива газону и в конце весны живучка также зацветает сиреневыми голубыми белыми розовыми цветками для кислой почвы подойдет калина сильные кислые почвы колени не подходит а вот слабо кислая почва для калины самый раз калина это прекрасный декоративный лесный кустарник который весной покрывается пеной из белых цветков когда на колени сформируются ягоды они становятся красными уже в августе хотя еще и несъедобны и вот этот контраст красных ягод с зеленой листвой очень красив но как когда ягода созреют а это будет после первых морозов листья уже упадут калина очень красиво особенно если она припорошена снегом ландыш майский прекрасное растение для тенистых мест на кислых почвах ландыш декоративен тоже до снега и когда у него листья уже становятся желтыми листья падают на землю если вы не собирали в букеты цветки то появляются ярко оранжевые ягоды но и фаворит кислых почв это рододендрон это растение может быть вечно зеленым есть и листопадные сорта рододендрон лучше сажать в тени потому что на солнце особенно феврале-марте страдают цветочные почки они обжигаются солнцем и высыхают поэтому выберите для рододендрона такое место чтобы особенно феврале-марте особенно в полдень растение было в тени либо накрывать его тонким утра силам на зиму не для того чтобы его сберечь от морозов до дендрон очень морозостойкий кустарник но для того чтобы защитить эти растения его почки от высыхания и прекрасно рододендрон смотрится с хвойными растениями и можно выбрать такое место чтобы вот тень от хвойника в полдень как раз падала на рододендрон и тогда он отдарит вас шапкой прекрасных цветов ну и если бадан видов бадана не так уж много ландышей тоже видов калины значительно больше а вот из рододендронов и гортензий можно сделать целую коллекцию потому что разнообразие их очень большое и в этом случае вы увидите насколько легче будет работа в саду вот в цветочном саду в декоративном саду и у вас освободиться много времени для того чтобы полюбоваться своими питомцами надеюсь мои советы вам в этом помогут ну а на сегодня у меня все друзья подписывайтесь на хитсад тв на ютьюбе канал для дачника и садовода